буй пока не готов но моторчик готов уже к испытаниям на сайте потому что здесь универсальное крепление стоит блок питания пульт управления ну и сам моторчик пультик включая среднюю скорость вот так средняя скорость работает здесь кнопка плавного увеличения оборотов кнопка плавного уменьшения оборотов всегда можно перейти на среднюю скорость ну и соответственно стоп здесь есть аварийный выключатель пока он в таком виде оформлен вот как работает ну и соответственно здесь есть все показания первые испытания прошли в конце марта 2023 года они были успешные все основные элементы приматывали скотчем в принципе в таком виде я их мотал еще месяца 4 после чего были сделаны хомуты из строп-ленты с липучками скорость около шести километров в час максимальная конструкцию мотора я придумал не сам идею взял на сайте одного хорошего человека он напечатал корпус на 3d принтере и выложил все материалы в открытый доступ в итоге я все повторил в железе из японского электровентилятора от автомобиля винт взял от мотора water snake 24 который у меня уже к этому моменту был сейчас будут тестировать две движки одна моя самодельная другая покупная которую дали мне на пробу несмотря на то что эта движка имеет внушительные размеры и большой вес на самом деле она слабее чем моя ну как и ожидалось скорость хода оказалась около 4 километров в час и движка такая внушительных размеров но на всякий случай ссылку на нее оставлю в описании к видео примерная стоимость на момент покупки товарищем было 4000 рублей блок управления выглядит неказица свою функцию выполняет здесь аварийный выключатель питание от аккумулятор на батарее выход на мотор внутри контроля там ардуин к потом радио управления ну и соответственно здесь геркон там магнит специально сделал отдельным блоком для того чтобы к нему можно было подсоединять разные типы аккумуляторов это аккумулятор на батарее уже два года эксплуатируется постоянно не только для мотора но и для хозяйственных нужд здесь 60 элементов от ноутбуков 18650 протестированных каждый примерно по 2000 миллиампер часов и того получается этот аккумулятор емкость него 37 первых часов за все время я еще ни разу его не посадил показался я довольно хорошо работает мне очень нравится изначально плата бомс была зеленая но во время одного из переходов она не справилась с нагрузкой и сгорела сейчас стоит плата управления белая она хорошо справляется и адекватно заряжает аккумулятор зарядка производится током 3 ампера аймаксом b6 параллельно с изготовлением мотора сделал будет для подводной охоты это проба пера перед изготовлением большого сапа из изопинка в данном случае используется кусок 120 на 60 сантиметров толщина его 10 сантиметров два слоя стеклоткани и в конце покрыл яхтным лаком для того чтобы не впитывал воду буй оказался очень практичным хорошим надежным сейчас ныряю только с ним скорость хода конечно не такая большая как у сапа но позволяет экономить силы по грузоподъемности особо сильно не удавалось его грузить максимум что загружал это два ведра гребешка и сверху дочку ей очень понравилось поехали вот такой вот моторчик накативает сап очень быстро все готово за пять месяцев эксплуатации мотора прошел довольно много километров часто выходил на море как на сапе так и на буе и иногда сап использовал вместо буе допустим надо совершить короткую короткий переход на какой ближайший мыс лодку для этого использовать нецелесообразно а вот сап сама то накачал перешел понырял вернулся обратно также много было поездок именно семьей жена сидела на веслах дочка спереди а я сзади меня до кудыню довозили высаживали я нырял и потом обратно возвращались но особенно ценить мотор начинаешь тогда когда пройдешь на нем против ветра жена с дочкой быстро освоились управлением электрическим сапом и теперь уже не машут больше веслами